Русскую Любу в России посадили в тюрьму на шесть дней из-за плаката «Нет войне». По ее словам, Люба Самылова ездила в метро не то с сумкой, не то с плакатом, на котором это было написано. Говорится, что она давала интервью в норвежской газете «Фрамтида» в Телеграм со шифрованным текстом. Но приводится ссылка на статью, где говорится, что Люба расплеивала какие-то листовки. Не Люба, не статья не рассказывает ни о времени, ни о действии, когда же ее в эту тюрьму посадили. Но не в этом суть. Красная черта в газете. Нет демократии в России. Нет свободы слова. Закрываются газеты. А величайшие артисты России покидают страну. Величайшие. Знаете ли вы, кто такой Оксимирон? Величайшего Чайковского, запрещенного сегодня на Западе, знаю. Оксимирона не знаю. Два миллиона подписчика. Так у Бозова еще больше. Рыдает. Инстаграм закрыли. Так она у нас тоже величайшая артистка, журналистка, телеведущая. Ее никто не хочет забрать в свою культурную страну. Хотелось бы очень. Так что Самылова или Самылова из Нотраша. Но я в чему веду. Не надо было Любу сажать в тюрьму. Давайте посмотрим, как надо. Например, Норвегия. В августе 21 года в Осло прошла демонстрация антиисламистской группы «Остановить исламизацию Норвегии» Сианку, известную своей ненавистью к исламу. На том же месте, в тот же час, явились антифашисты. Завязалась словесная перепалка, и норвежской девушке Любе полицейский заехал кулачком в личика. Полиция заявила потом о том, что норвежская Люба напала на полицию. Но видео показало, что все, что она сделала плохого, она крикнула оскорбление в сторону полицейского. Вот как надо поступать с любыми нарушителями спокойствия. Долбанул мордашку и давай до свидания. Что случилось за неделю? Многое. Я пассивный блогер. Лень заниматься этим ежедневно. В Норвегии переименовали перекресток у российского посольства. Теперь это украинская территория. Как правильно заметил кто-то из моих комментаторов, теперь Россия и в Норвегии оккупировала Украину. Ну сами того захотели. А мне хочешь не хочешь придется теперь топтаться периодически по этой территории, как минимум раз в год. Некая организация Амнистии решила подзаработать и быстро стала развешивать плакатики с информацией, что гадкие русские используют фосфорные бомбы против детских садов на Украине, убивают детей, не дают людям есть и пить и не выпускают из города. Присоединяйтесь, кричат они на своем сайте. Покажите Путину. Постеснялись написать, что Путин лично насилует украинских женщин и детей, как заявил некто Зеленский, так как не все норвежцы могут поверить в это. Организация эта активно поддерживала террористов в Чечне. Не видела ни одного их возмущения расстрелом детей в школе Беслана. Обезноким деткам разбомбленной Норвегией страны Ливия раздают книжки-печеньки. То ли норвежцы знакомы с этой организацией, то ли их просто достал желто-блокитный хайп. Ну а завтра эта остановка уже выглядела вот так. Огромное спасибо всем, кто поставил флаги по моей просьбе, чтобы я знала, кто меня смотрит. Это просто Советский Союз, включая флаги Германии, Норвегии, Финляндии и множество других стран. Не нравится слово Советский Союз? Давайте назовем словом единение. Жаль только, что мы сплачиваемся в такие критические моменты. Наши враги принимают это за слабость. Глупенькие. Они просто не знают историю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова